Федосеев, Шарипов, Омамов. Всего 41. Наверняка здесь и молодые, и старые. Когда приходишь на данный мемориал, сразу понимаешь, какой ценой досталась нам эта победа. Эти могилы появились в Ахунах в годы Великой Отечественной. В местных санаториях размещались госпитали, где лечились воины Красной Армии. Умерших от ран хоронили на поселковом кладбище. Наше первичное отделение партии «Единая Россия», базированное на базе Пенинского государственного аграрного университета, взяло давным-давно шество над данным мемориалом «Скорбящая мать». Ежегодно мы проводим уборку этого мемориала, покраску, очистку. Помимо всего прочего, проводим уборку мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые долгие годы работали в университете, в сельхозакадемии, в институте. Активисты первичного отделения партии власти, студенты и добровольцы движения «Волонтёры Победы» очистили территорию вокруг памятника от опавшей листвы и веток. Обсудили, какие работы по благоустройству здесь следует произвести будущее весной. С каждым годом всё меньше становится живых свидетелей Великой Победы. Но память о ней, гордость за героев фронта и тыла передаётся из поколения в поколение. Безусловно, знаменательным событием этого года стало то, что Пенза вошла в череду городов, которым присвоено почётное звание города трудовой доблести. Мы все, все жители региона, наверное, не остались безучастными к этому процессу. На сайте проходило общественное голосование, в котором приняло участие большое количество наших жителей. Мы понимаем, что память о Великой Отечественной войне – это тот мост, который может соединить прошлое поколение и нас, молодёжь. Пензенские активисты «Единой России» планируют провести ревизию всех мемориалов, посвящённых событиям Великой Отечественной, чтобы определить, какие из них нуждаются в ремонте или замене. Эти работы намечены на следующий год.